Как научиться сострадать во время молитвы? Сосредоточиться во время молитвы. Понимаете, сосредоточение всегда идет в сторону любви, а любовь всегда перенимается. Поэтому, чтобы сосредоточиться во время молитвы, надо ставить очень возвышенную икону перед собой, которая тебя вдохновляет, или святое что-то, что тебя вдохновляет. Пусть это будет камешек со святой землей, или изображение какое-то, или фотография святого места. Что тебя вдохновляет? Надо обязательно включать голос, молитву какую-то, голос святого человека, что тебя вдохновляет. Чем больше будет вдохновения, тем больше будет концентрация. Концентрация зависит от привязанности к святости. Когда человек влюбляется, он постоянно думает. Даже ночью он не может заснуть, думает о объекте любви. Чем больше энергии любви, тем больше концентрация. Запомнили? Также концентрация увеличивается по мере чистоты сознания. Чем чище ум, тем сосредоточен. В Священном Писании по Танжаре и Йога-Сутре говорится, что ум движется от грехов. Чем больше желание умеет, это все грехи, тем больше рассредоточенность. Ум постоянно бегает. Но когда человек очищает ум, он становится менее греховным, тогда ум застывает на объекте медитации, постоянно стоит на нем. Со временем с практикой молитвы концентрация возрастает. И это означает, увеличивается любовь к объекту. Как развить вкус к молитве? Нужно просто продолжать. Нужно кланяться. Нужно очищать восприятие. Допустим, ты смотришь на духовноучительный сфотографией, надо мысленно омывать ему стопы, кланяться, очищать свой образ его, стараться чище видеть его. Часто мы видим недостатки в старших. Надо очищать свое восприятие от недостатков. Когда вы в интернет влазите, сплетни ищите, а старших вы разрушаете свою возможность слушать лец. Этого не нужно делать. Потому что у старших могут быть какие-то события, поступки плохие, но это не мешает им заниматься в духовном праве. А вам помешает, несомненно. А бывает просто наговаривание. У меня был такой случай, что одна, ну, старшая, как бы, в Айшнаве, она была знакома с моим духовным учителем давно и хотела мне рассказать о нем какую-то историю отрицательную. Когда она просто начала об этом говорить, я сказала, а я ее, она была у меня на приеме, я ее должен был лечить. Это было в святом месте. Я сказал, извините, я не буду вас принимать, и побежал под душу смыть с себя эти слова. Я успел как-то это сделать. Но в другом случае, это не касается моего духовного учителя, есть этот возвышенный вайшнав, которым я всегда поклонялся в жизни. Мне они успели сказать плохое, и я потерял счастье в отношениях с ними. Я потом плакал, молился и восстановил эти отношения. Даже просто услышав плохое о старшем, человек разрушает свою духовную жизнь. Просто послушав это. Не то, что уже об этом размышлять и искать еще такую информацию. Разрушение духовной жизни происходит очень быстро. Не нужно сильно напрягаться, чтобы ее разрушить. Достаточно просто оскорбить старшего, хотя бы в уме. Все. Вкус пропадает. Поэтому, ну как бы вкус духовный, это такая очень зыбкая вещь, очень хрупкая, его надо всегда беречь, всегда планиться старшим, всегда стараться очищать свое восприятие старшего. И надо понять такую вещь, что старший, с одной стороны, человек, и у него есть недостатки. У нас это не должно было, а вот. А с другой стороны, старший — представитель Бога. И с этой точки зрения он имеет божественную природу. По факту, когда мы очень сильно концентрируемся на старшем, то мы видим Бога уже, а не старшего. Мы начинаем Бога видеть. Бог принимает образ старшего для того, чтобы вести нас за собой. Часто бывает так, что люди старшего видят во сне, он отдает советы. Но старший ни сном, ни духом, каждый не знает об этом сам. Понятно, да? Это означает Господь, как и это. Но ведь за это можно следовать, если она не знает об этом? Иногда можно, иногда нет. Надо понять, что за свет. Но чаще всего можно. А если вечер, то есть не приходит и вечер? А? Если вечер, то есть не… Может быть, такое. Это параматма сверхдуша так действует. Она принимает облик старшего. Веда говорится, что когда человек слушает старшего, на самом деле и старший говорит то, что надо человеку, потому что он побуждает параматмы сверхдушой. И человек тоже слышит только то, что ему нужно слышать от сверхдуши. Поэтому старший — это всего лишь инструмент в руках сверхдуши. Но только в том случае, если с ним строятся божественные отношения. Когда человек ищет недостатки у старшего, эти божественные отношения заканчиваются, разрушаются. Когда только принял своего духовного учителя, поклонялся ему, и его чистые отношения с ним строят в своем сердце. А потом я начал лично ему служить в Индии. И там увидел его разное поведение, которое мне там что-то не понравилось. И я, ну то, что он что-то плохого делал, просто как-то не понравилось. Я потерял эту чистоту в отношениях, я потерял вот этот вкус очень сильно. Я потом сильно раскаивался, что я так подумал, и вкус постепенно вернулся со временем. Но очень долгое время надо ждать. Это очень такая вещь, тонкая отношения со старшим. Нужно учиться этому, серьезно учиться. Когда отношения хорошие, возвышенные, со святостью, с теми, кто ведут нас божественным путем, то концентрация на молитве очень сильно. Следует знать, что в начале духовной жизни человек должен выбирать очень-очень высокий объект святости для поклонения. Например, может выбрать там Сергей Радонежский, Серафим Саровский или там пророк, или апостолы. То есть очень высокие объекты поклонения. По мере развития духовного человек святость начинает видеть уже ниже, 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 ниже. И когда человек начинает уже поклоняться даже своим друзьям, тем, которые занимаются духовной практикой, то это значит, что он уже на очень высокой духовной платформе находится. А еще более возвышенные люди поклоняются даже своим ученикам, видят Бога в них уже, проявления Бога. Это уже очень высокий уровень развития. Понятно? Берите для поклонения тот объект, который для вас не забыл. Но знайте, что Бога убедить можно даже в проститутке. Есть такой великий святой, вузок Билла Манглова Капур, и он очень сильно влюбился в проститутку, в молодую девушку красивую, которая занималась таким образом желанием. Она была очень богатая, у них были богатые клиенты. И она шла в богатом доме, он очень сильно захотел быть рядом с ней и переплыл через ганку в дождь. И был страшный шторм, и он пытался как-то выжить, потому что он тонул, и он зацепился за бревно. А потом обнаружилось, что это не бревно, а крокодил, который тоже барахтается в этом шторме. У него не до него было, этому крокодилу. Но они так вместе выплыли, как за ему за хвост зацепился. Потом он полез через забор и увидел, какая-то веревка висит, как бы оказалось, что это змея, вдовитая змея. И потом он чуть не соскользнул, со второго этажа чуть не свалился, не разбился. Ну то есть, он когда ей все это рассказал, когда уже к ней попал в дом, залез на балкон, постучался, она ему открыла, вот, она выслушала и говорит, если бы ты так к Богу стремился, ты был бы великим святым. И у нее проснулось вот это желание служить Богу после этих слов. Она стала для него наставницей, потому что он ее любил, он очень сильно принял ее слова. И он все бросил, пошел в отключение. То есть, он пошел во Вриндаван, в святое место. По дороге он увидел очень красивую девушку, жену очень возвышенного священника. И он очень сильно захотел вожделения, то есть, у него к этой девушке проснулось очень сильно. И он пошел за ней. Она пришла домой, и он за ней входит в дом. Ее муж увидел все это. Он начал молиться, и увидел, он просил Бога, что делать. Бог ему дал знание, что делать. И он сказал своей целомудренной жене, иди и сделай все, что он тебя попросит в ту комнату. И жена зашла в ту комнату, она была очень бедна мужу, верила в него. И этот белый мандал такой, сказал, раздейся, хочу тебя видеть обнаженным. У него такое сильное желание было, что он женатую женщину заставил раздеваться. И когда она начала раздеваться, у нее волосы были заколты, он говорит, распусти волосы. Она начала распускать, и он говорит, да, я сам распущу. И он взял волосы ее, когда он коснулся ее тела, он отрезвел, понял, что она слетая. И он взял заколку и выколол себе глаза этой заколкой. Потом дальше он уже слепой пошел, наблюдая святое место. И сам Господь проводил его туда, за ручек. Это исторический факт. Там концентрация возрастает по времени развития человека. Старшему уже идет кто угодно. Кто-то дает духовное знание, кто-то старший. Бог не оскорбляется нашими молитвами, говорит. Наверное, такая невнимательная молитва наносит оскорбение Богу. Бог не оскорбляется. Бог, Он не имеет живым существа, никаких претензий. И никогда не оскорбляется. Он живет как сверхдуша у нас в сердце. И у Бармалея, и у святого одинаково выполняет его желания. Господь о всех нас заботится одинаково. Но Господь любит тех, кто Ему поклоняется. Он испытывает личные чувства. У Господа есть чувство долга. Он выполняет одинаково перед всеми. И чувство долга любит нас. Всех одинаково. Но у Господа есть личное отношение с теми, кто служит. И есть еще один момент, который я вам хочу сказать очень серьезно. Если вы нанесете оскорбление тому, кто служит Господу, вот тогда Господь разгневается. Не потому, что Он вас не любит, а потому, что нас, вас, надо точно наказать. Или нас. Я тоже не застрахован от этого. Складывается такое впечатление, что я на все ваши вопросы ответил. Потому что писать больше не надо.